Росатом. Новый ледокол важен для Севморпути. Во вторник 173-метровый атомный ледокол прибыл в Мурманск после шестидневного перехода с Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Он пришвартовался на Атомфлоте, базе атомных ледоколов в Кольском заливе, входящей в структуру госкорпорации Росатом. По словам исполняющего обязанности генерального директора Атомфлота Леонида Ирлицы, строительство Урала наглядно демонстрирует самодостаточность России как с точки зрения технологии, так и промышленности. «Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями», — сказал Ирлица. Он особо отметил систему электродвижения переменного тока со синхронными грибными электродвигателями. «Это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах», — пояснил Ирлица. По мнению Росатома, Урал сыграет важную роль в дальнейшем развитии судоходства по Севморпути. «Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал», — подчеркивается в пресс-релизе компании. Однако, в отличие от своих одноклассников Арктики и Сибири, Урал может оказаться в распоряжении всего одного заказчика. Недавно представители Росатома сообщили о подписании соглашения с нефтяной компанией «Роснефть» о том, что ледокол будет занят исключительно на обеспечении нового крупного проекта «Восток Оил». Как сообщили в Росатоме, 3 декабря Урал выйдет из Мурманска в Опь-Енисейский район Карского моря.